Город Киров погружается в дымку. Дымковские мотивы этим летом появились на разных объектах и зданиях. И вот сейчас художники завершают роспись фасада дома вблизи Комсомольской площади. Происходящее увидела Вергина Мативосян. Серый невзрачный фасад жилого дома профессиональные художники граффити легко превращают в яркий арт-объект. Дымковские цвета узнаваемы и привлекают внимание прохожих. Некоторые даже останавливаются, чтобы посмотреть за работой мастеров. Преображение фасада началось с ремонта. Здание штукатурили, нанесли основу, слой белой краски и лишь после этого художники приступили к работе. Пусть украшают. Ярко, ярко, красиво. Лицо города, как раз люди приезжают. Может лучше, чем какие-то недостиранные дома. Мне очень нравится этот репрендинг и отход от того, что Киров это какой-то серый промышленный город. Мне нравится это возвращение какой-то псевдоисторичности, что появляется свой особенный стиль, который отличает его от других городов. И очень положительно отношусь к такому началу. Идея раскрасить серые дома города по Дымку принадлежит Кировскому клубу маркетологов. И этот дом – третий проект, реализованный совместно с администрацией Ленинского района. Вначале дымковскую стилизацию получил постамент с названием «Города на Победиловском тракте». Затем – вход в парк имени Кирова. Маркетологи предлагают сделать город уникальным, не выдумывая что-нибудь новенькое, эдакое. А взять то, что у нас достаточно является мощным ресурсом. Это дымковский стиль. Он уже 400 лет назад был разработан. И никакой дизайнер, наверное, лучше не рисует то, что было сделано. Этот стиль жизнерадостный, он позитивный. Он несет, он носит нашу, скажем, обычную жизнь, новые краски. Он сделает наш город более привлекательным. Все эскизы были одобрены мастерицами дымковской игрушки. Дизайнер проекта Дмитрий Елизаров признается, что много времени провел за изучением азов вятского народного промысла. Были предоставлены экспонаты, они были отсняты. Потом эти все узоры были векторизованы, переведены в надлежащий вид. И вот сейчас уже они воплощаются. Вятская роспись по задумкам авторов дымковского проекта должна появиться еще на нескольких зданиях в районе вокзала. Расписные дома будут привлекать внимание пассажиров поездов и встречать всех приезжающих в Киров. Дорогина Матевосян, Денис Тружков, Вести, Киров. Продолжение следует...